МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ время новостей. В студии Антон Хатиновский, но сурдоперевод осуществляет Айгуль Стамбекова. Поставка и распределение угля на особом контроле. За 8 месяцев текущего года в стране добыто свыше 73,5 миллионов тонн угля, что больше чем на 6% превышает показатели прошлого года. Об этом было сказано на прошедшем селекторном заседании правительства под председательством Алихана Смаилова. Премьер-министр республики дал ряд поручений по обеспечению населения углем и недопущению роста цен в местах реализации. В этой цели приняты меры по обеспечению бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза твердого топлива за пределы страны автомобильным транспортом. К тому же, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения, что, по мнению главы Кабмина, позволит снизить очереди в местах продажи угля. Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах. Школьников избавят от тяжелых рюкзаков. Но в рамках реализации проекта «Комфортная школа» премьер-министр Алихан Смаилов поручил Министерству просвещения перевести школьные учебники в электронный формат, а также обеспечить качественными планшетами учеников сельской местности. Обсудили на заседании и вопросы строительства школ нового формата на 800 тысяч ученических мест. Их возведение начнется с 2023 года. Премьер-министр поручил оперативно приступить к реализации национального проекта. Кроме того, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи Казахстана дано поручение обеспечить все школы страны качественным высокоскоростным интернетом. Патриотизм поколениям. Тадыкурган посетила информационно-пропагандистская группа Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Ее участники организовали ряд встреч с местным населением, уделив особое внимание подрастающему поколению и ветеранам Великой Отечественной войны. В первую очередь информационная группа Национальной гвардии посетила мемориал памяти сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга у Департамента полиции области ЖТСУ, возложив цветы, собравшиеся самых разных возрастов. Минутой молчания почтили память героев, отдавших жизнь за родину. Решением министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ахмеджанова Марата Муратовича информационно-пропагандистская группа продолжает свою работу по регионам нашей республики. Основная цель информационно-пропагандистской работы это разъяснение послания главы государства от 1 сентября 2022 года. Это мероприятие проводится каждый год по всем регионам нашей республики. Помимо разъяснительной работы, особый упор информационно-пропагандистская группа делает на патриотическое воспитание молодежи и укрепление имиджа Национальной гвардии. Именно поэтому ко всем мероприятиям активно привлекаются школьники и студенты. Особенное внимание и почет столичные гости выразили ветерану войны Конторбаю Сарсинбаю. 98-летнему фронтовику вручили благодарственное письмо и нагрудный знак от имени руководства Национальной гвардии Республики Казахстан. Благодарю всех, кто организовал такую тёплую встречу. Приехали из Астаны сюда. В нашем возрасте самое главное – это внимание и забота. Хочу пожелать нашим сотрудникам крепкого здоровья, чтобы они верно и честно несли свой служебный долг. А всем нам желаю мирного неба над головой. Продолжилась встреча концертной программой, организованной артистами ансамбля Национальной гвардии. Стоит отметить, что подобные встречи уже прошли в Караганде, Жасказгане, Кокшетау и Алматы. В ближайшее время рабочая группа Национальной гвардии посетит все крупные города Казахстана. Укрепляя национальный дух в центре Рухани-Жангру, состоялось собрание членов союзов ветеранов группы советских войск в Германии и стран Варшавского договора. В марте этого года была создана областная региональная организация данного общественного объединения. Пройдя официальную государственную регистрацию, общество получило статус юридического лица. В настоящее время в его состав входят около 100 человек. Главная цель создания данного союза – это укрепление у молодого поколения национального духа и формирование патриотизма. На встрече состоялось награждение ряда бывших военнослужащих советских войск специальными нагрудными знаками. В союзе ветеранов группы советских войск в Германию и стран Варшавского договора очень много наших граждан, прошедших военную службу. Целью данного общественного объединения является повышение патриотизма среди подрастающего поколения. Будущее в руках молодежи. И нам необходимо показывать пример, укрепляя у молодого поколения национальный дух. «Я патриот своей страны». Под таким названием в школе-гимназии номер 14 города Талдыкурган прошел урок мужества. В мероприятии приняли участие сотрудники воинской части 18404, члены городского совета ветеранов и воины-интернационалисты. В своем выступлении ветеран-афганец Талгат Бердикенов рассказал учащимся героические истории о себе и о своих боевых товарищах. Цель мероприятия – донести до школьников правду об афганской войне. Он направлен на воспитание патриотизма и укрепление чувства уважения к героям войны, показывая в пример подрастающему поколению мужества ветеранов. По словам организаторов, патриотические акции будут продолжаться. В Талдыкурганской средней школе гимназии номер 14 прошел урок мужества. К нам в гости приехали военнослужащие и рассказали интересные истории. Я бы хотел, чтобы в дальнейшем таких мероприятий было больше, потому что эти встречи повышают чувство патриотизма. Цель проведения этого мероприятия состоит в том, чтобы привить молодому поколению верность к служению Родине. Я верю, что наши школьники вырастут настоящими патриотами. Именно с такой задачей и проводятся подобные встречи. Почет педагогам. Лучших учителей со всего Искельдинского района чествовали накануне в Карабулаке. За вклад в образование и развитие региона ряд работников сферы получили почетные грамоты и благодарственные письма. Тему продолжит наш корреспондент. В Искельдинском районе в почти трех десятках учебных заведений трудится более 200 педагогов. Лучших представителей самой благородной профессии чествовали в районном Доме культуры. Благодарственными письмами и почетными грамотами от Министерства просвещения Акима области ЖТСУ, а также руководства Искельдинского района наградили педагогов, внесших особый вклад в воспитание подрастающего поколения. В 92-м году я пришла в школу Шестакова из Искельдинского района. И вот в этом году 30 лет в одной школе, на одном месте, учитель начальных классов. Хочу поздравить всех нас, пожелать творческих успехов, пожелать семейного счастья, всем крепкого здоровья. Самое главное, чтобы наши дети оправдывали наши надежды, чтобы все, что мы в них вкладываем, обязательно вернулось добром, счастьем, всем мира, добра, любви. С профессиональным праздником поздравил собравшихся заместитель Акима района Айдена Сабеков. От имени местного руководства победители и призеров областных и республиканских конкурсов и соревнований наградили специальными дипломами и денежными призами. Руководство нашего района уделяет особое внимание педагогам, ведь это люди, которые дают не просто образование, а воспитывают нравственность и культуру в подрастающем поколении. Хотим пожелать всем коллегам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благодарных учеников. Продолжилось празднование ярким концертом, а главным подарком для всех педагогов страны стало известие о том, что с Нового года учителей ждет очередное повышение заработной платы на 25%. Более двух тысяч человек посетили Лепсинский исторический музей за текущий год. И больше половины из них иностранные граждане. Среди гостей жители Германии, США, а также России и других стран СНГ. Лепсинский музей был открыт в прошлом году и сразу стал очень популярным среди туристов Алакуля. Здесь в трех залах выставлено 800 экспонатов основного фонда. Самая древняя на выставке – зернотерка, возраст которой превышает 5000 лет. Также среди раритетов – полутора тысячелетнее каменное извояние Бал-Бал. Представлены в музее целая коллекция денег – керамики, фотоаппаратов и даже утюгов. Обширная выставка включает в себя также предметы быта и одежды 19-20 веков. По словам местных сотрудников, им есть чем удивить даже самых притязательных туристов. Здесь история Лепсинска, Лепсинского уезда. И даже есть экспонаты из западного Казахстана. С под Алматы нам привозили. Наш край очень богат историей, природой. Поэтому привлекал всегда путешественников, исследователей. Здесь побывали Томас Аткинсон, Альфред Брэм, Семенов Ченшанский, Чокан Валиханов, Юрий Сенкевич. Акционерное общество «Казахстан-Темиржалы» подвело итоги летних перевозок в направлении курортной зоны Аллакуль. По данным ведомства, в этом году на озеро Аллакуль железнодорожным транспортом доставлено более 240 тысяч пассажиров. В данном направлении курсировали 11 пассажирских поездов, два из которых относятся к частным перевозчикам. Три состава были отправлены из Астаны, пять из Алматы, два из Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Также впервые в этом году по двум направлениям был задействован пассажирский состав, сформированный из вагонов «Тальга». По информации специалистов, за три летних месяца в сторону озера Аллакуль перевезено 243 тысячи пассажиров. Это на 33% больше, чем летом прошлого года. Для удовлетворения спроса было предложено более 260 тысяч мест. В разгар туристического сезона наибольший поток пассажиров наблюдался на вокзалах станций Жалмашколь, Коктума, Акши и Бескаль. Для удобства путешествующих были отремонтированы здания вокзала и пассажирские платформы, установлены ограждения, поручни, навесы, проведено освещение. По сообщению перевозчика, в следующем году планируется сохранить перечень действующих маршрутов. Недетские шалости. Казахстанские школьники стали чаще минировать объекты. Министерство внутренних дел на брифинге рассказало о массовых случаях рассылки ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Совместно с другими службами МВД находят новые способы вычисления злоумышленников. Только за последние два месяца было установлено пять человек, которые совершили рассылку ложных сообщений о минировании посредством сети интернет. Полицейские рассказали, что сейчас действуют целые интернет-сообщества, которые культивируют свайтинг, то есть подобные рассылки. Стражи порядка напомнили, за такие шалости наказание ждет в первую очередь родителей шутников. С начала этого года в Казахстане почти три десятка человек привлекли к уголовной ответственности за подобные деяния. И восемь из них получили реальные сроки. Один из древнейших городов Казахстана Тарас официально вошел во всемирный список городов-ремесленников. В этом перечне числится более 50 населенных пунктов мира. Тарас стал первым из городов Казахстана, включенным в этот список на сегодняшний день. В регионе насчитывается практически 3,5 тысячи историко-культурных памятников. Пять из них включены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В США состоялся ежегодный фестиваль воздушных шаров, который имеет уже полувековую историю. Невероятное шоу традиционно собирает тысячи зрителей со всего мира. На этот раз в фестивале участвовали профессиональные воздухоплаватели из 20 стран и просто любители. Это мероприятие также называют самым фотографируемым событием в мире. Впервые фестиваль прошел в 1972 году, когда несколько энтузиастов поднялись в небо на 13 воздушных шарах, а в 2011 он попал в Книгу рекордов Гиннеса за самый многочисленный полет на воздушных шарах, запущенных в кратчайшие сроки. В результате беспорядков на стадионе в индонезийском городе Маланги по меньшей мере погибли около 130 человек и еще более 200 были ранены. Среди погибших двое полицейских. По информации СМИ, столкновения начались после матча между местными футбольными командами Арема и Персибая-Сурабая. Чтобы разогнать толпу, представители правоохранительных органов вынуждены были использовать слезоточивый газ. Это привело к возникновению паники и давки. Пострадавших доставили в больницу. Министр безопасности Индонезии заявил, что на стадион вместимостью 38 тысяч человек было продано 42 тысячи билетов. Прототип человекоподобного робота представил производитель автомобилей Тесла Илон Маск. Умный андроид способен работать сутки без подзарядки. Особенностью робота-гуманоида являются передвижные пальцы, позволяющие брать небольшие предметы. Кроме того, он способен обучаться, анализируя действия людей и повторяя их. При этом глава Тесла отметил, что предстоит еще много работы, чтобы усовершенствовать и испытать новые изобретения. Работа в этом направлении завершится через 5-10 лет. Человекоподобный робот сможет поднять вес порядка 20 килограммов. Умный механизм также сможет помогать человеку с выполнением рутинных задач, в том числе ходить в магазин за продуктами, поливать растения и ухаживать за пожилыми людьми. Встреча победителей в Коксусском районе чествовали сборную области ЖТСУ, ставшую призером на первом в Казахстане конном марафоне. Наездников торжественно встретили жители их родного Муканчинского сельского округа. Напомним, в скачках Улы-Дала-Жоргэ на 1200 километров приняли участие спортсмены со всех регионов Казахстана. Сборная области ЖТСУ завоевала второе место, уступив лишь соперникам из Мангыстауской области. Великий степной поход – это уникальное и первое подобное событие в спортивной жизни страны. Марафон Байга на 1200 километров стартовал в Астане 18 сентября. Нелегкий путь на лошадях, порядка 200 наездников со всего Казахстана шли в марафонской гонке, сменяя лошадей, и финишировали в Туркестане. До конца, к слову, дошли далеко не все. Сборная области ЖТСУ в день преодолевала по 100 километров и лишь немного не дотянула до победы. Наши ребята достойно прошли этот длинный путь в 1200 километров. На протяжении всего марафона наши наездники не раз сталкивались со многими трудностями – погодные условия и горные рельефы. Хочу поблагодарить нашу команду и хочется верить, что турниры подобного рода, пропагандирующие национальные виды спорта, будут иметь свое продолжение. Родной Куксуйский район с большим размахом встретил призёров республиканского первенства. Этот марафон не имеет аналогов. И оттого даже второе место в нём – очень высокое достижение, говорят местные жители. Члены сборной большой делегации проехали по улицам станции Куксу, где призёров приветствовали болельщики, которые почти две недели неустанно следили за скачками в онлайн-режиме. Мы очень сильно переживали, ежедневно звонили, мониторили на сайте марафона, каким по счёту идёт наше сборное. В итоге удалось занять почётное второе место. Я считаю, что проскакать 1200 километров за 12 дней – это удел очень сильных людей. Поэтому выражаю большую благодарность нашим землякам за эту большую победу. Отдельную благодарность участники торжественной встречи выразили руководителю Федерации национальных видов конного спорта Рустему Дожжанову. На протяжении всего марафона он оказывал всестороннюю поддержку сборной области. Консультации как опытного специалиста и советы как сопереживающего человека имели большое значение в этом забеге. Мы готовились всего пять дней, потому что нам очень поздно сообщили об этом марафоне. Мы ранее не видели этих лошадей, не обезжали их, но, к счастью, сумели преодолеть этот путь. Команда была сформирована из опытных наездников Коксусского района. Все мы с раннего детства росли в ауле. Очень любим животных, поэтому привыкать не пришлось. На продолжение настроена и сама сборная. Теперь наездники хотят принять участие в мировом подобном первенстве, которое пройдёт в следующем году. По словам самих всадников, полученный опыт поможет им достойно предстать в международных соревнованиях. Дина Баранбаева, Жархын Нурлан Улэ, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ. Вперёд к новым победам! Казахстан взял третье золото на всемирных играх по Кокпару. Также чемпиона медийной футбольной лиги определили в Астане. Ещё пять медалей завоевали казахстанские борцы на всемирных играх кочевников в турецком городе Изник. Третье золото в копилку нашей сборной по Кокпару принесла Зарина Сарипова, серебро у Елемана Кушубаевой и Раузен Румхаметовой. А бронзу взяли Махсат Исагобылов и Мульдара Азамат. Медали высшие пробы для сборной принёс борец Казахша-Курес Марат Нагматулаев. Всего две минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца. Чемпиона медийной футбольной лиги определили в Астане. В финальном матче встретились команды «Спарта» и «Музбалак». В основное время выявить победителя не удалось. Поэтому уже в серии пенальти «Спарта» оказалась сильнее. Команде по итогам турнира достался переходящий кубок. Стоит отметить, медийная футбольная лига стартовала только в этом году. Дни играют известные спортсмены, актёры, блогеры. Всего восемь команд. В их составе призёр Олимпийских игр Василий Левит, юморист Турсенбек Кабатов, хоккеист Никита Михайлис и другие. Чемпионат организаторы планируют сделать традиционным. Фондозер Муханбетова по материалам интернет-ресурсов. Таким был день сегодняшний глазами наших корреспондентов. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова